Приветствую всех, кому интересный инструмент кларнет и с вами снова преподаватель по духовым инструментам Александр Винокуров и сегодня мы поговорим о двух системах на этом инструменте передо мной в руках находится инструмент французской системы кларнет и отличие от немецкой получается одно из тем, что вот это есть нижнее колено и есть верхнее колено значит нижнее колено расстояние между этими клапанами, оно маленькое видите, у меня маленькая рука и мне удобно брать, закрывать эти клапана, у меня вот это расстояние небольшое на немецкой системе оно будет вот так и когда приходят маленькие дети от 10 лет, они получают такой инструмент, где они вот так начинают играть но у них это получается, потому что с годами они привыкают к этому положению рук на французской системе это расстояние более маленькое и поэтому удобнее играть и мои преподаватели, которые учили в свое время, у них была только немецкая система мне повезло, я сразу перешел на французскую систему и вот до Второй мировой войны все играли на немецкой системе после все перестали играть на французской, она более технически, более современная и на ней легче играть, значит на ней легче технические вещи в чем же отличие, почему же у нас получается, что кто-то играет на немецкой системе а кому-то рекомендую я французскую систему ну очень просто, весь мир играет на французской, а две страны, это Германия и Австрия она остается приверженцем немецкой системе почему это происходит, кому интересно, кому глубже хочет это понять этот вопрос, пожалуйста, приходите на мои консультации, на мои обучения и я объясню более подробно, в чем же отличие также отличие там немножко в аппликатуре потому что по-другому берутся некоторые ноты, допустим, ми, фа, си, семимоль они берутся уже по-другому и для начала, тот, кто покупает инструмент, он должен понять, какой цикл он покупает если вы хотите играть просто как любительскую музыку для себя играть в каком-то оркестре или каком-то ансамбле и вы живете не в Германии и не в Австрии я рекомендую вам французскую систему вот такой планет, 17 клапанов, да? почему? ну, фирмы, допустим, могут быть разные, да? но самая лучшая буфе почему этот я рекомендую? потому что это очень современный инструмент и он очень удобен в ощущениях если же вы хотите быть профессиональным музыкантом и вы живете в Австрии и Германии вам необходим инструмент немецкой системы обучения и я всегда спрашиваю своих учеников для чего, какие ваши цели? если же они хотят быть музыкантами профессиональными построить свою музыкальную карьеру и играть уже в оркестрах необходима немецкая система потому что потом они не смогут после обучения на этом инструменте допустим, другой системы поступить в консерваторию и окончить консерваторию и потом играть в каких-то оркестрах если же вы живете в других странах то система для вас будет наиболее оптимальна я естественно учу на двух системах потому что в свое время приехал в Германию у меня не было инструмента моего мне прошло оставить это отдельная история кому интересно я потом могу рассказать и попав в оркестр мне дали инструмент немецкой системы на котором я и играл и вместе гастанировал с этим оркестром это был оркестр любительский, 50 человек это было очень тоже интересное время моей карьеры и я естественно также на этом инструменте поступал в консерваторию потому что на другом инструменте просто не брали то есть нельзя было даже сдавать документы чтобы поступить в консерваторию даже экзамен сдавать только можно на немецкой системе я сейчас живу в Берлине и естественно я обучаю и на немецкой и на французской системе но так как я играю больше преподаю и уже много лет играю музыку клесвер конечно на французской системе ее играть намного легче хотя вы можете играть на любой системе ко мне приходят ученики уже в сделан возрасте они покупают немецкую систему играют тоже для себя и также мои ученики играют вместе неважно какая система французская или немецкая выступаем мы все вместе но я даю предпочтение французской системе она более легкая и самое тоже важное что инструменты этой системы они дешевле в Германии чем немецкая система есть еще также отличия в муштуке в тростях кому интересно пожалуйста задавайте мне вопросы подписывайтесь на мой канал в ютубе смотрите мои видео на фейсбуке я буду рад если вы оставите комментарии под этим видео и больше меня спрашивайте не стесняйся спрашивайте меня я с удовольствием вам отвечу на все ваши интересующие вопросы на все ваши замечания я постараюсь сделать следующее видео отвечая на те темы которые интересуют вас и подписывайтесь на мой канал всегда с вами преподаватель по духовым инструментам Александр Винокуров и готов делиться с вами вашим своим опытом и знаниями спрашивайте и вы получите ответ до следующих раз и улучшения эфи и и и Продолжение следует...